Меньше месяца остается у Олимпии до начала игры в первенстве МХЛ. Подготовка к чемпионату, помимо тренировок, включает в себя и участие команды в предсезонных турнирах. Один из них второй год подряд проходит на Олимп-арене. Как прошел для олимпийцев нынешний контрольный тест в репортаже Романа Четверикова. Из-за недостатка игровой практики домашний экзамен для Олимпии был крайне важен. Понимали это и сами хоккеисты, поэтому к соперникам в лице Челнов и Ирбиса они отнеслись со всей серьезностью. К тому же с этими командами чепчанам играть в одном дивизионе. На прочность будущего конкурента проверяли и гости. Первоначальный результат их вряд ли устроил. Казанскую молодежь Олимпия обыграла в серии булитов. Клуб из набережных Челнов признал поражение еще в основное время. Несмотря на две победы, главный тренер Олимпии не строил иллюзий. По словам Дмитрия Дмитриева, заметно обновленный состав клуба еще далек от его видения идеальной игры в хоккей. Это сочетание игры от обороны с атакующим, такую гибкую схему, потому что все время в давлении играть невозможно. Поэтому надо найти середину, когда идти активно, когда от обороны. В зависимости еще от того состояния, в котором мы можем находиться. Попав в финал, Олимпии суждено было там встретиться с Ирбисом. Этот поединок стал на турнире самым богатым на голы. Уступая 0-3, хозяева льда нашли в себе силы переломить ход поединка и до последних минут продержать нем интригу. Но все оказалось тщетно. Далекий резерв от Барса сдержал давление Олимпии и не позволил ей преподнести приятный подарок своим болельщикам. Ну Ирбис молодая, быстрая команда. Ребята казанские, из Барсов молодые ребята, очень тяжело с ними играть, но я надеюсь, что в сезоне мы возьмем реванш у них. Мы посмотрели на них, мы теперь знаем соперника. У нас пока сочетание еще не сыгранное, ребята каждый день приезжают новые. Я думаю, что в сезоне все будет хорошо. Шанс поквитаться с казанцами предоставится еще до начала первенства. В оставшиеся недели межсезонья Олимпия планирует ударно потрудиться дома и выехать в последующем на товарищеские встречи с тем же Ирбисом. А эту напряженную игровую неделю чепчане завершат менее значимой встречей. 2 сентября на Олимп-арене пройдет товарищеский матч с Родиной. Роман Четверяков, Вячеслав Голиков, Вести Киров.